В этом селе Баймухан Сейдалиев родился и вырос. Несколько лет назад мужчина женился, построил дом и уже как пять лет не может оформить его официально. Ходил к Акиму, он мне сказал, дом построй, потом что-нибудь решим. Этой земли нет в госплане. Когда просим результат, говорят, что решим в следующем году. Так и ходим уже пятый год. С такой же проблемой столкнулись еще 80 семей. Обивать пороги различных районных учреждений сельчане не в силах. Везде отвечают одно и то же. А он не закреплен ни за одним сельским округом. Почему так случилось, ни один чиновник внятного ответа дать не может. У меня шесть сыродетей, каждому построили дом. У них до сих пор нет госактов. Через мою домовую получают пособие, через нее же и платят за свет. Свет выключают каждые два дня. Когда обращаемся, говорят, что не подключены к фазе. Вы никуда не относитесь. Вот в чем проблема. Пусть делают нам дорогу. Наладят подачу электроэнергии и газа. В соседнем селе Каратубе есть газ, а у нас нет. Село Жандахсай когда-то относилось к сельскому округу Берлик. Позже 1380 гектаров земли были отданы округу Актубе. Эту важную информацию район Акимат до жителей почему-то не донес. Вот вы, женщина, говорите, что у вас есть госакт. Если ваши родственники не могут его получить, согласно кодексу, вы должны обратиться к сельскому Акиму. Туда выедет специальная комиссия. Я знаю, где у нас есть пробелы. Проблем в безымянном ауле немало. Воду приходится возить по бездорожью с соседнего села. А школьные занятия учителя проводят прямо во дворах частных домов. С начала года районный Акимат работает над этим вопросом. Уже оптимизирован весь сельский округ. Начиная со следующего года, мы начнем работу по проведению инфраструктуры на все присоединенные к нам земли. Любопытен еще один факт. Не находясь ни на одной карте района, сельчане продолжают исправно платить налоги. Куда и кому уходят эти деньги, жители понять не могут.